Макарон я впервые попробовала на лазурном берегу Франции и даже не помышляла, что буду когда-нибудь его готовить сама. Делюсь рецептом макарон на итальянской меренге. Макарон на итальянской меренге, это изысканный французский десерт. Он не так уж сложен в приготовлении, но есть нюансы. Важно соблюдать температурные параметры и точно измерять пропорции в граммах. Обо всем этом подробно описано в пошаговом рецепте. Уверена, у вас получится. Удачи, из завяленного количества продуктов получается примерно 30 готовых макарон, диаметром 3,5, 4 смотри. Сахарная пудра, 150 грамм. Миндальная мука, 150 грамм. Белок 110 грамм, 2 порции по 55 граммов. Яйца достать заранее, чтобы они были комнатной температуры. Сахар, 150 грамм, 2 порции, 125 грамм для сиропа. 25 грамм, для взбивания белков. Вода, 37 миллилитров. Шоколад, 100 грамм. Какао-порошок, 20 грамм. Сливки, 100 грамм, 20 процентов жирности. Сливочное масло, 70 грамм. Количество порций, 30. Подготовьте ингредиенты. Начните с приготовления крема. Для этого влейте в сотейник сливки, прогрейте, выложите шоколад, который следует поломать на дольки, размешайте до однородности. Вмешайте сливочное масло в теплую шоколадную массу, уберите в холодильник для загустения. Смешайте сахарную пудру, какао-порошок, и миндальную муку. Просейте, чтобы избавиться от крупных частичек. Влейте к сухой смеси одну порцию яичных белков, 55 грамм, размешайте в густую кашу. Всыпьте в сотейник 125 грамм сахара, влейте воду и поставьте на небольшой огонь. Рядом поставьте емкость для взбивания белков, влейте вторую порцию яичных белков, 55 грамм, взбейте в пену, всыпьте 25 грамм сахара и взбейте в мягкую пену. Вооружитесь термометром. Как только температура сахарного сиропа достигнет 115-118 градусов, снимите с огня и тонкой струйкой влейте к белкам, не прекращая взбивать на высокой скорости. Взбивайте до клювиков. Остудите меренгу до 36-38 градусов. Следующий процесс называется макаронаж. Выложите меренгу к миндальной массе и силиконовой лопаточкой аккуратно, но тщательно вымешайте массу до такого состояния, чтобы она стекала с лопаточки широкой лентой. Слишком переусердствовать тоже не следует. К этому моменту необходимо подготовить два противня. Застелите их силиконовыми ковриками. Переложите получившуюся массу в одноразовые кондитерские мешки. Я разделила ее на два порции. Сделайте отверстие, не маленькое, но и не слишком большое, примерно в одном сантиметре, отсадите макарон. Можно заранее нанести разметку. Отсаживайте макарон выдавливая строго вертикально, короткими движениями. Образовавшиеся хвостики в процессе выстаивания разгладятся. Дайте макарон подсушиться в течение 30 минут. Сверху должна образоваться корочка, которая не будет прилипать к рукам. За 10 минут до окончания времени прогрейте духовку до 150 градусов. Выпекайте макарон около 15 минут при температуре 150 градусов без конвекции. У правильно выпеченных макарон поверхность должна быть гладкой, а снизу образоваться юбочка. Очень аккуратно снимите макарон с силиконового коврика, переверните, нанесите крем из кондитерского мешка и соедините макарон попарно, стараясь подобрать одинаковую по размеру половинку. Дайте макарон хорошо пропитаться кремом. Я убирала их на несколько часов в холодильник. Спустя время можно наслаждаться вкуснейшим и нежнейшим французским десертом. Макарон – это один из символов Франции, а шоколадный макарон – это двойное удовольствие.